Россия без Путина! 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 В стране уже проходят массовые акции протестов, поддержку политзаключенных. Официально это протесты в поддержку Алексея Навального. И не зря люди скандируют Россия без Путина, Россия должна быть свободна, Путин уходим, Путина в отставку. Потому что даже последнее, свежайшее сегодняшнее выступление Владимира Владимировича, иначе как позорище, сложно назвать. Еще раз обращаюсь к гражданам России. Дорогие мои, нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких. Максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб. Центрально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и социальных служб. Владимир Владимирович, а вот это вот что такое? Где маска? Мантуров? Мурашка, мурашка, министр здравоохранения, маски-то на нем нету. Кто тут еще? Орешкин. Маски нет. Дамы и господа, просим вас занять место в зале. Путин им сидит без масок. И отключить мобильное устройство. Всем плевать. Даже министру здравоохранения, который все это организует, так называемое кранобесие. Путин призывает. О, Матвиенко, руководитель Совета Федерации. Где маска? У нас по заверениям официальных служб, даже люди, сделавшие прививку, даже люди, переболевшие, все равно обязаны ходить в масках. Если ты сунешься в метрополитен, например, московский, о, глава администрации президента, войно, тоже без маски. Если ты сунешься в московское метро или в какое-то другое учреждение без маски, а штрафуют, пять тысяч выложишь, как миленький. А это что такое? Им закон не указ. Им Путин не указ. Ну ладно, это просто приспустило. Слушайте, вот когда Путин эти слова произносил, глава МИДа Сергей Лавров сидит тоже без маски. Когда Путин это произносил, он, как это, он вообще видел, что люди перед ним сидят без масок. И точно такая же нелогичность и безалаберность буквально во всем, в каждом аспекте его речи. Первое. У нас должен быть мощный, надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности. Мы вот понимаем теперь, что это такое. Нужно обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики. В том числе лекарств против инфекции, инфекции устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков. Короткий отрывок и три грубейших, беспардонных логических ошибки. Во-первых, вы только сейчас, оказывается, узнали, как должна примерно функционировать система здравоохранения. За каким хреном вы развалили советскую систему? Советская система была принята на вооружение и развита во Вьетнаме. Там до сих пор коронавируса не было. Отдельные единичные случаи, меньше тысячи заболевших за весь год пандемийный. Зачем в России вы развалили? Потому что вы не знали. Вот только сейчас вы узнали, как должно быть устроено здравоохранение. Второй момент. Да, у нас российские разработчики создали вакцину. А производится-то она где? В Казахстане, в Китае, по всему миру и в России тоже. Интересно, сколько процентов российских вакцин производится на российских предприятиях? С гульки нос. Реально, очень мало. Россия не в состоянии этим заниматься. Спасибо, Владимир Владимирович. 20 лет вашего правления увенчались успехом. Ну и наконец, Путин ставит задачу, вот так вот, играючи. Нам нужно создать такие лекарства, которые помогут бороться с бактериями, которые устойчивы к современным антибиотикам. Это примерно то же самое, что он скажет. Мы сейчас послезавтра изобретем способ телепортации, управления погодой. Это фантастика. Сейчас над этой проблемой бьются ученые всего мира. И Путин говорит, да мы вот сейчас, я дам приказ, и это будет проблема решена. Есть такие микробы, которые не лечатся никакими антибиотиками. Это бич 21 века. Но Путин ставит задачу, а значит, уже на днях все решат. Сложнейшая задача тем более, что коронавирус пока еще не побежден окончательно. Остается прямой угрозой. Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растет. Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса. И по контуру внешних границ, и внутри нашей страны. Еще раз обращаюсь к гражданам России. Дорогие мои, нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких. Максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб. Но ведь у нас же уже праздновали победу над коронавирусом. Единая Россия целые флешмобы проводила. Как мы счастливы, что преодолели этот страшный недуг. В целой войне победили. И как Путин-то говорит, какими терминами? По периметру наших границ будем держать оборону. Настоящие военные действия. Вместо внешнеполитической повестки, как многие, я уже начал об этом думать. Что, наверное, сейчас он объявит присоединение Луганска и Донецка. Начнется какая-то войнушка на Украине. Или Белоруссию мы будем присоединять. Или Украину. Или на худой конец какую-нибудь Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье. Но нет. Война исключительно с коронавирусом. Красота просто. Если у коронавируса несколько волн, то можно праздновать победу несколько раз. Следующий день победы назначен аккурат в середине августа, перед проведением выборов в Государственную Думу. И вот именно ради того, чтобы не было сейчас протестов, чтобы было проще прессовать оппозицию, сейчас Путин говорит, да, война не окончена, мы все еще боремся с коронавирусом. И то, что 2-3 месяца назад вы рассказывали, что уже все позади, и мы все справились, давайте об этом просто забудем. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов. Одна из мишеней, по которой прицельно бьет коронавирус, это сосуды и сердце. А это и так одна из первых причин смертности. Поэтому особое внимание в ходе профилактических осмотров нужно уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вручаю правительству реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности. Ой, Владимир Владимирович, спасибо вам за признание. Да, сердечно-сосудистые заболевания в самом деле уже многие десятилетия являются основной причиной смертности в Российской Федерации. Основной причиной смертности. Коронавирус не при чем. И только благодаря коронавирусу вы наконец-то задумались, «А, так у нас и лекарств не хватает, оборудования не хватает, врачей-кардиологов не хватает, и скорой плохо оборудованы». Месяц назад родственница министра здравоохранения мурашка умерла, потому что у скорой, у трех бригад помощи не было оборудования, чтобы снять ей ЭКГ сердца, электрокардиограмму. Вот только сейчас они об этом узнали. И только сейчас, когда вы начнете реагировать на запросы граждан, почему, когда люди пишут, просят, требуют, и профессионалы просят, и профсоюзы независимые просят, обратите внимание, наплевать. Вот у мурашка родственница умерла, и как я вам рассказывал, в подмосковных станциях скорой помощи персонал заставляют скидываться на приобретение новой техники. Гениально! 28 апреля мы будем отмечать День работника скорой медицинской помощи. Он учрежден в знак уважения к тем, кто первым вступает в борьбу за жизнь людей. Эти специалисты должны быть обеспечены всем необходимым. В ближайшие три года дополнительно направим еще 5000 новых скорых в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города страны, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи. Вот представьте себе, у вас есть корзина яблок. Кто имел с этим дело, особенно не покупные, а свои садовые яблочки, вы понимаете, что они со временем начинают гнить. Какие-то сгниют, например, через 5 дней, еще часть сгниет через неделю, еще часть через 10 дней. А с техникой то же самое. Скорая помощь должна меняться постоянно. Вот есть 10 тысяч карет скорой помощи. В первый год, к сожалению, выйдет из строя, например, 200 карет. В следующие три года еще 500. В следующие три года еще тысячи. И постоянно, понемножечку нужно их менять. То, что Путин сейчас говорит, 5000 машин срочно закупаем. Это он расписывается в собственном провале. За 20 лет они плюнули, пустили на самотек обновление парка скорой помощи. Это не кареты скорой помощи. Это развалюхи, которые не довозят людей до больницы. Это развалюхи, которые не могут проехать по нашим российским дорогам. Это не кареты скорой помощи. Это катафалки. Они все чаще возят людей. Нет, простите, не людей. Трупы людей. Настоящий прорыв совершили и наши ученые. И сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса. Эти и многие другие достижения последних лет. Прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала нашей страны. А, так это достижения российского, нашего научного сообщества, нашего потенциала. Только вот, знаете, Владимир Владимирович, вы бы интернет хоть иногда открывали, так вот сами проглядывали, что там люди говорят, пишут. Потому что все разработчики вакцин в один голос говорят. Благодаря советскому наследию, советским традициям, советской научной школе у нас есть эти вакцины. Низкий поклон тем врачам, которых еще не добили, не всех добили. Ученым, которых не всех добили. Низкий поклон. А Российской Федерации в этом плане хвастаться абсолютно не о чем. До сих пор еще, знаете, вот открываю некоторые учебники школьные. С удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия. Просто удивительно. Все что угодно там написано. И о Втором фронте, только про Салинградскую битву ничего не сказано. Бывает это такое. Просто удивительно. А кто, просто не знаю, даже не хочу комментировать. Предлагаю в ближайшие три года дополнительно направить 24 миллиарда рублей на обновление, в том числе и домов культуры, библиотек, музеев, сельской местности в малых исторических городах России. Владимир Владимирович Путин поручил создать единый учебник истории 19 февраля 2013 года. Знаете, почему сейчас он не хочет об этом говорить, как-то вот упоминать, углубляться в эту тему, ругаться? 8 лет назад было дано поручение. Им подтерлись. В него высморкались. Я не знаю, как это называть. Его не выполнили. Единого учебника истории нет до сих пор. Но Путин не хочет на этом акцентировать внимание. Он просто так вскользь упомянул, что есть какие-то с этим проблемы. Деньги были выделены. Были выделены миллиарды рублей на создание единого учебника истории. Путинские обещания, путинские поручения объединяет одно. Слова есть, правильные, красивые слова. Результата. Эффекта нет никакого. Именно поэтому люди ходят по улицам и кричат «Россия без Путина». В предстоящие два года дополнительно откроем в вузах еще 45 тысяч бюджетных мест. Не менее 70% из них отдадим именно в регионы Российской Федерации. А давайте мы начнем с другого конца. Давайте мы тех людей, кто уже сейчас заканчивает университеты, обеспечим рабочими местами, чтобы они не в Макдональд шли полы подметать. И не менеджерами по продажам все как один устраиваются. Ботаники, геодезисты. Любая профессия. Продавец. Просто продавец. Других вакансий нет. Может быть вот с этим что-то начнем делать? Ах, нет, мы против вот этих вот жестких директивных мер. Ни о каком распределении речи быть не может. Нет, у Путина в ту сторону голова не работает. Он только критикует Советский Союз. Критикует советское наследие. Не-не, мы как-нибудь сами. Не дай бог люди начнут требовать реальных каких-то социальных преобразований в сторону социализма. Мы уже списали в утиль многие архаичные нормы и требования в строительстве и других областях. Отказались от массоконтрольных проверок не нужно. Но нужно наращивать набранный темп. И результат в улучшении делового климата должен быть предметным. Главное у нас, чтобы бизнесу было комфортно. Главное у нас, чтобы был хороший инвестиционный климат. А то, что после этого дома разваливаются, постоянные техногенные катастрофы, обрушаются здания. Вот сейчас по реновации в Москве, ну это тихий ужас, что происходит с новостроечками. От Сергея Собянина и Марата Хуснулина. Спасибо, спасибо. Дети у нас в школах травятся. Не поймешь, чем их там кормят. Главное, отменяем вот эти вот советские устаревшие документы. Продолжайте в том же духе. Дивиденды. Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает. Ну, слава богу, на 21-й год правления Владимир Владимирович Путин догадался, что меньше денег должно уходить за рубеж. Меньше денег должно оставаться в кармане олигархата. Нужно все-таки что-то оставлять на предприятии, рабочим, которые все это создают. Советское наследие, как-никак. 21 год понадобился Путину. Что он там, кандидат экономических наук, да? Правительства совместно с Центральным банком должны и дальше проводить ответственную финансовую политику. Обеспечение макроэкономической стабильности, сдерживание инфляции в установленных параметрах. Чрезвычайно важная задача. Исхожу из того, что она будет, безусловно, решена. Перевожу на русский язык. Набиулина лучше всех. Антон Геременович Силуанов, продолжай в том же духе. Вот о чем речь. Он фактически говорит о том, что никаких телодвижений по исправлению финансовой и экономической политики у нас в стране осуществляться не будет. Набиулина, Силуанов, Греф. Вот эти люди продолжат контролировать обнищание Российской Федерации, обнищание нашего населения. После этих слов все обещания, все подачки, которые вы сейчас услышите, должны рассматриваться исключительно с этой точки зрения. Никто не говорит, что мы директивно цены будем устанавливать. Не надо здесь тень на плетень на воде и всех пугать. Есть рыночные механизмы регулирования. Нужно их использовать только вовремя. И в том объеме, который необходим и соответствует определенной ситуации в экономике и социальной сфере. Через снижение рисков, ведение бизнеса, стимулировать инвестиционную активность. А то, что у нас была заморозка цен, это вам показалось. На самом деле ее и не было. Вся страна отмечает, что несмотря на путинское обещание заморозить цены, они все равно росли. Всем плевать на то, что Путин обещает. Эти выплаты получают семьи, где доход на члены семьи меньше двух прожиточных минимумов. В среднем по стране размер такой выплаты на ребенка составляет 11 300 рублей в месяц. В 78 субъектах Федерации установлены выплаты на третьего ребенка. В среднем по стране размер такой выплаты на ребенка также составляет 11 300 рублей в месяц. Мы, обращаю ваше внимание, последовательно идем в этой сфере шаг за шагом. В прошлом году мы ввели выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. Их размер дифференцирован. И в среднем по стране составляет от 5 650 рублей до 11 300 рублей в месяц. Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семьи с детьми. Задача свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. А я обращаю ваше внимание, вот в этом кусочке он большую часть времени рассказывает то, что уже было сделано. Заново рассказывает. Не новую подачку дает, а заново рассказывает. И только просит правительство подумать, а что мы еще можем сделать к 1 июня. Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5 650 рублей. Так, хорошо, это что-то новенькое. Главное сейчас, конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его и обеспечить дальнейший рост. Добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью, как я уже сказал. И прежде всего, государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Молодец, Единую Россию поддержал. Немножко изменил систему выплаты пособия по уходу за ребенком, но оно в принципе уже было. Ну просто молодые мамы больше будут получать. Ну сколько там, на тысячу, на полторы тысячи рублей. Сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребенком зависит от трудового стажа. Ну в целом это правильно, конечно, и справедливо. Но получается, что для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Эта тема обсуждалась на площадке госсовета, ее ставила и Единая Россия. Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет, включительно, оплачивался в размере 100% от заработка. Это уже было сделано, и я прошу вас, напишите в комментариях. Ваши дети, ваши внуки, ваши племянники, знакомые вам, они получают бесплатное горячее питание в школах? Потому что, насколько я знаю, это далеко не по всей стране организовано. С 1 января прошлого года обеспечено бесплатное горячее питание для всех младшишкольников. И эта мера также стала подскорьем для семей. Вот это новая подачка по 10 тысяч рублей в каждую семью, где есть школьник. И в этой связи я предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста. А именно, по 10 тысяч рублей на всех школьников. И, более того, распространить эту меру на будущих первоклашек. На ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу. Ну и все, в принципе, дорогие друзья. А что нам еще нужно-то? В принципе, все. Больше, больше особо там ничего такого и не было. Что думаете об этом послании? Об этом абсурде? Пишите в комментариях. Ставьте лайки. Делайте репосты. Вместе мы сила. Вместе прорвемся. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok